Яндекс.Такси 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 И действительно, давайте посмотрим. Человек возит только доставку и курьер. И только по безналичному расчету в компании Яндекс.Такси. Причины, по которым он работает именно так, не важны. Главное, что он возит только доставку и курьер, и только по безналу. И давайте посмотрим на пару скриншотов буквально. Прислал он их очень много, но, к сожалению, вместить на экран это невозможно. Переписку с поддержкой я вам покажу вот так, что вы просто обалдеете. Правда, там не особо что удастся прочитать, слишком ее много. В один прекрасный день мы видим на балансе 246 рублей 99 копеек. Сумма небольшая, но она позволяет проиллюстрировать, что же произошло. И человек выполнил заказ по тарифу доставка на 434 рубля. С него взяли комиссию, по крайней мере ее обозначили 66 рублей 10 копеек и передали на оплату в банк ровно 434 рубля. То есть ровно ту сумму, которую он получил за этот самый заказ по селу Тарасовка, Большая Тарасовская улица, владение 2. И, разумеется, на следующий день у него баланс стал отрицательным. Потому что если вычесть из 246 рублей 99 копеек 434 рубля, то получится минус 187 рублей 1 копейка. Так произошло и его баланс стал отрицательным. Дальнейшие скриншоты я показывать не буду, но каждый раз, когда человек получал выплаты по доставке и курьеру, он получал их в полном объеме, ровно в том, в каком эти доставки и курьер были оплачены. А комиссия в виде минуса оставалась на балансе. И постепенно его баланс стал сильно отрицательным. И он, конечно же, начал переписку с техподдержкой. И переписка эта очень большая. Вот смотрите, сейчас пробегут скриншоты в уменьшенном виде. Это вся его переписка, которая, внимание, не привела к решению проблемы. Ему пытались объяснить, что баланс изменяется на следующий день, что комиссия списывается на следующий день. Человек им говорит, что комиссия не списывается ни сейчас, ни на следующий день, ни через день. Она ложится отрицательным балансом, так сказать, копится на его балансе в виде отрицательной суммы. И во всей этой переписке я обнаружил только одно рациональное зерно. Только один ответ, который проливает свет на эту проблему, но не помогает ее решить, не подсказывает, как ее решить. Техподдержка однажды, однажды разродилась вот таким ответом. Минус на балансе связан с тем, что оплата по тарифам курьера и доставка чаще всего обозначается как корпоративная и идет по договору раз. Что такое раз? Не знаю, как-то это расшифровывается. И комиссия списывается с основного договора, а комиссия списывается с основного договора с обозначением безналичной оплаты. Из-за этого на ваш счет поступает сумма без комиссии, а баланс в приложении становится отрицательным. Следующий безналичный заработок уходит на погашение отрицательного значения, поэтому баланс автоматически исправляется. Проблема в том, что следующий заработок также идет по договору раз, также обозначается как корпоративный и деньги за него перечисляются в полном объеме, а баланс просто становится еще более отрицательным. Поэтому проблему я только подсветил. Почему она не решается, я постараюсь задать вопросы во все возможные инстанции и в техподдержку напишу. Мне просто интересно. Если такая история будет продолжаться и человек не будет возить ничего, кроме доставки и курьера, которые обозначаются как корпоративные, то есть не будет возить даже пассажиров по безналу, то на его основном договоре так и не появятся деньги для погашения комиссии. А если однажды это произойдет, то получается, что он отработает смену в минус. То есть все деньги, которые он заработал, идут на погашение этой комиссии. Почему программисты не могут состыковать две цифры? Ну то есть неважно, по какому договору происходит оплата и неважно, с какого договора происходит списание комиссии. Если вы все равно взаимодействуете, это я уже обращаюсь к Яндексу, с одним-единственным человеком, с партнером, с самозанятым, почему вы не можете завести ему, не знаю, какой-нибудь третий, какой-нибудь лицевой счет, куда будут стекаться значения со всех других счетов по основному договору и договору раз, и какую-нибудь договору два, неважно. И уже там формировать баланс, который выплачивать. Вопрос пока остается без ответа, я обращаюсь к вам. То есть если кто-то из вас, являясь самозанятым, хочет поэкспериментировать, и у него есть несколько свободных дней, попробуйте отключить все тарифы, кроме курьера и доставки, и повозите, посмотреть, становится ли у вас баланс отрицательным. Я, к сожалению, в силу определенных причин по договору, именно по аккаунту самозанятого не катаю, потому что сейчас лето, нужны деньги, осенью дети в школу пойдут, а у меня самозанятого, естественно, будут списывать приставы, все вы мою историю знаете. Но если у вас вот есть время поэкспериментировать, попробуйте. Вы хотя бы, по крайней мере, подскажете мне, действительно ли так, действительно ли так у всех, или проблемы только у этого Андрея. На этом у меня все, спасибо, что смотрите, до встречи.